Когда мы думаем об этом динамичном мире, постоянно изменяющемся, то мы думаем и о человеке, как о динамичном мире, постоянно изменяющемся. Нет людей, которые бы статично застыли в том, кто они есть. И вы думаете, самая изменяющаяся часть меня – это мои намерения. Сначала вы намеревались преуспеть в коллективе, потом увлеклись чем-то и намерения изменились. Потом вы хотели узнать что-то, понять, дойти до глубин, как оно работает. Потом вы встретили кого-то и увлеклись новой сферой. И вот новые намерения рождаются в вас – научиться вдохновлять других или создавать полезное для других. А если другие сопротивляются, а они, как правило, сопротивляются, то ваши намерения меняются в угоду жизни и обстоятельствам. Вы сгибаете свои желания вчетверо, забываете, думаете, может, миру нужно что-то другое, я же должен служить, быть практичным, полезным. А мы хотим вам напомнить, чем адаптировать ваши намерения под условия жизни, вернее, разрешить желаниям расцветать, помнить их, позволить им обогащаться, изменяться, эволюционировать и ожидать, что условия жизни поменяются, а не должны, и сами подтянутся к вашим желаниям. Позвольте себе этот рычаг и разрешите себе желать и мечтать, разрешите себе верить, что мир динамичен, и условия меняются и должны, а значит, ваши желания главнее. Они втягивают в себя энергию жизни, и происходит это благодаря вам. Благодаря своим желаниям вы проводите через себя энергию жизни. Когда вы примете тот факт, что жизнь заставила вас измениться, ваша вибрационная реальность эволюционировала, вобрав в себя все, что вы прожили и поняли за все эти годы жизни. И теперь ваша задача состоит в том, чтобы стать соответствием своим идеям и предпочтениям и о себе, и о своей жизни. И когда вы говорите себе, «Да я всегда себя так чувствовала». Нет, это не так. Или «Я всегда буду себя так чувствовать». Нет, конечно, не будете. Каждый день меняет вас что-то понемножку. Я всегда буду хотеть этого. Нет, скорее всего, ваше желание претерпит изменения. Вы проживете еще много обстоятельств жизни, которые повлияют на ваши желания. Но чего вы точно хотите, так это натренировать свою способность быть в таком состоянии духа, чтобы улавливать свою динамику, понимать ее и позволять себе быть динамичным, понимать, что там уже активно для вас и готово проявиться. Ведь когда вы были молоды, вашим намерением было научиться стоять на своих ногах. Вы освоились и намерения изменились. Вы побежали и хотите потом дальше и больше. Если вам интересно, а не слишком ли высоко я целюсь? Помните, что если вы целитесь выше, чем вы сами верите, если вы не верите, что попадете, тогда это непродуктивно. И каждый раз, когда вы скажете себе что-то нереальное с вашей перспективы, «Хочу дожить до 120 лет в полном здравии и богатстве». Это моя цель, намерение. Это моя аффирмация, которую я буду повторять каждое утро, пока она не станет былью. Но если это все противоречит вашим убеждениям, тому, во что вы реально верите, ваши убеждения будут вас постоянно тормозить. Это как разогнаться и споткнуться. Целиться нужно туда, где по ощущениям это правильно, где по ощущениям вам хорошо. Если вы как бы намекаете, что вы будете разрывом со всей существующей реальностью, то как же это развернется для вас? Возведите себя в такое состояние, чтобы текущая реальность не ограничивала вас. Пытаясь преодолевать текущую реальность, в которую вы верите, это очень большой стресс. Мы бы не целились так высоко, чтобы это создавало лишнее напряжение и сопротивление. Ведь это вам придется все преодолевать. Целиться нужно туда, чтобы вы могли до этого допрыгнуть. Имей такие желания, которые соответствуют вашим убеждениям. Мы бы в общих словах подкрепляли свою позицию. Все — это не я. И я — это не все. Я же отличаюсь в очень многих аспектах. Как ни крути, я мыслитель. И мои намерения развиваются и эволюционируют. И мое понимание, кто я такая, тоже. И я становлюсь лучше. Быстрее понимаю. Быстрее догоняю большую часть себя, которая вобрала все мои желания и предпочтения. И я хочу продолжать жить динамичную жизнь. И мои желания будут расти, будут меняться. И я понимаю это. И я буду продолжать настраивать себя на них. А когда вы пытаетесь понять целый мир или действовать как пример для всего мира, который идет в сопротивление идеям, это вызывает сопротивление в вас. И это трудно. И в этом даже нет необходимости. Те, кто окружают вас, стимулируют желания. Каждый человек – это контраст. Мы все друг для друга стимулируем желания. Мы есть великое разнообразие и контраст, который дает основу всем новым намерениям. Например, люди, которые физически не очень-то преуспевают, могут быть катализатором для вашего желания чувствовать себя хорошо. Но если вы будете пытаться намеренно влиять на них, это принесет вам больше переживаний, больше печали. Мы бы удерживали себя в общем состоянии, все хорошо. И утверждения для себя находили такие же. Я буду жить счастливо. И всегда буду выбирать делать то, заниматься тем, что по ощущениям мне близко, что по ощущениям мне хорошо и правильно. И я буду стоять близко к моим желаниям. Я буду верить в них. Я буду любить их, чтобы ощущать их близость. Я буду уговаривать себя на них, поддерживать себя в них. И у меня всегда будут возникать близкие к ним импульсы, порывы. Я буду ловить вдохновение, что-то делать для их осуществления. Даже если кажется, что нет никакой связи. Но если это по ощущениям мне хорошо, я буду позволять себе приближаться к тому, чего я хочу.